Надежда на возрождение 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 Начинают крестные ходы. Ерекионские стены, врага рода человеческого, который опутывал место, чтобы запустение осталось, они начинают спадать. Начинается возрождение духовной жизни чудом Божиим. Я считаю, что по рассказам от Александра Добродеева, которого сейчас, к сожалению, нет с нами, а очень бы хотелось, чтобы он был, его тоже поздравить нужно за все его дела, благие и заслуги. По его рассказам, храм строился на самом деле чудом Божиим. И тот ковчег, который вы имеете, он тоже построился благодаря молитве, в первую очередь. Благодаря молитве, а уже после молитвы, благодаря добрым делам, в первую очередь, всех вас. Поэтому еще раз со всей душой поздравляю с этим особенным днем для вас. И хочется пожелать вам здравия душевно-телесного, чтобы Господь отпустил вам еще многие-многие лета ради ваших вот этих стараний на духовной ниве возрождения храма в Михайловском районе, в вашем селе Анино. Пресвятая Богородица, спаси нас! И крестный ход, который возглавил благочинный Михайловского 2 округа иерей Александр Рунов в сослужении настоятеля, протеерея Сергия Орлова. Песня. Песня. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Памятная дата была отмечена многими яркими, добрыми и греющими душу событиями. Были награждены активные прихожане. Валентина Ивановна Добродеева награждается медалью Рязанской митрополием Блаженной Матроны Анимнясевской Третьей степени по благословению правящей архиереи Ладыкина. Награждается медалью Рязанской митрополием Блаженной Матроны Анимнясевской Третьей степени Татьяна Владимировна Куприянова. Вы знаете, мы уже на подходе Успенского поста. У нас в авторник начинается Успенский пост. Изнесение древа Честного Животворящего Креста. Медовый Спас. Медовый Спас. До Успения. Строгий пост. А чтобы никого не закрыть. Маловато будет. В правде стоит, а не в силе Этот намоленный край Дивные просторы России Здесь начинается, здесь начинается, здесь начинается рай. С праздником! Спасибо! Аксиос! 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 Медали святителя Василия Рязанского Третьей степени был удостоен протеерей Александра Добродеев. Дорогие братья и сестры, сегодня в день рождения Николая Чудотворца от нашего храма Вознесения Господня за Серховскими воротами отправляется автобус с нашими дорогими артистами, которые собой заполнят этот праздник пятилетия Успенского храма в селе Анин. А вот я, к сожалению, не смогу поехать. Господь посылает еще одно такое же благое дело, может быть, даже еще и посильнее. Спокон века говорят так, что из двух зол выбирают меньше, а из двух добрых дел выбирают больше. И вот ты уже все, принял решение, уже взвесил окончательно, значит, немножко поплакал, потому что не можешь сделать то благое дело. В этот момент Господь тебе дает третье доброе дело, которое Господь сделает именно в этот же момент. Поэтому, дорогие, помолитесь, чтобы Господь так помягче, полегче, мне вот, как говорится, досталось от всех этих вот событий. Благословение Господне на вас, такой благодати, человек и любовь всегда на меня. Присно его, веки и кофе. Аминь. Восстановление храма это не просто так вот, ну, желание наше, а это задача, понимаете. Когда вот ты занимаешься, то в душе начинают ангелы петь. Это тоже очень важно. Как бы правая сторона и левая сторона храма, и вот правая сторона все время строит земную жизнь. Вот видите, поле цветет, там цветы, вот, солнышко все время там светит. А вот слева от нас, тут кладбище. Тут лежат уже те, которые эту земную жизнь уже прошли. Они уже в той, в той. И интересным образом, когда строили забор, как раз вот так вот построили, прям пополам, разделили земную жизнь и потусторонние. Стараниями отца Александра и матушки Валентины, а также их помощников, пять лет назад в селе Анино, возле разрушенной крестовоздвиженской церкви, вырос новый деревянный храм. Его осветили 10 августа 2018 года. И с тех пор в глубинке Михайловского района стала возрождаться духовная жизнь. К участникам этого важного процесса присоединились неравнодушные люди. Были также отмечены грамотами благочинного 2-го Михайловского округа и настоятеля Успенского храма и артисты, являющиеся постоянными участниками традиционного фестиваля, посвященного освящению Успенского храма. С утра и до обеда в этот день было пасмурно. Периодически шел дождь, но это вовсе не омрачило праздничного настроения. В Анино прибыли гости из Рязани и Михайлова, Владимирской, Тульской и Московской областей. Накануне праздника на храме трудились добровольцы из Реставруса. Они-то и расчистили завалы из обрушенного кирпича, а протерей Александр Добродеев организовал привоз щебня. Два дома Божии в селе стали частью территориальной иконы Святой Земли, особого проекта, реализуемого в Ванине несколько лет. Здесь есть гора Нева, Иордан, роща Мамре, гора Блаженств, колодец Иакова и даже Ноев Ковчег. Здесь, конечно, очень благодатное место. Слава Божию поработал отец Александр. Создал здесь такой мини Иерусалим с Голгофой, с купелью, с Гварданом. Как бы святые места там, здесь. После Москвы сюда приезжаешь и действительно чувствуешь себя здесь очень благодатно. Рекомендую тоже всем приезжать сюда, отдохнуть и помолиться здесь очень-очень здорово. Будь праведник и святый чист, как свет божественно лучист. Есть место правде между ложью, предай себя на волю Божью. Между небом и землей, между тобой и мной, между тобой и мной. Кульминация праздника творческий фестиваль. Надежда на возрождение. Участниками которого стали обитатели Ковчега и многочисленные гости. Однако за время пути собака могла подрасти. Батюшка Серафим, русскими людьми любви. Батюшка Серафим, Серафим Саровский. Сегодня с нами нет протерея Александра Добродеева. Благодаря собственному энтузиазму и духовному окормлению, которого все здесь и происходит. Понимаете, с Божьей помощью Господь так его направил и вдохновил его на то, чтобы он в эту землю вдохнул жизнь, вот эту духовную жизнь. И то, что происходит на протяжении пяти лет, а даже раньше это все началось, потому что храм осветили пять лет назад, а началось это все гораздо раньше. Все произошло это благодаря ему и его супруге Валентине, которая является уроженкой этого села. ПЕСНЯ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Действие происходило на горе Блаженства. За большим столом под навесом гостей и участников фестиваля объединила праздничная трапеза – пироги, чай, шурпа и плов, которые приготовили друзья прихода – Руслан Мирзоев и его многочисленная родня. Огромный казан и барашка для угощения пожертвовал местный фермер Алексей Михайлович Заковыркин. Завершением дня стал праздничный салют. Сегодня в Анином могут приехать все, кто желает помолиться и потрудничать во славу Божию, насладиться красотой рязанской глубинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова